И в продаже не отмечу, Тюменская область стала единственным регионом в России, создавшим полномасштабную систему скрининга онкозаболевания. Их выявляют с помощью маммографии, компьютерной томографии, легких эндоскопических исследований и УЗИ. Да, в поликлиниках региона работают и кабинеты раннего. Выявление заболеваний любой тюменец сможет совершенно бесплатно, без записи, пройти в них обследование, продолжит Юлия Никифорова. В свои 45 лет Владислав Шиманский чувствует себя хорошо. Говорит, веских причин обращаться за медицинской помощью нет. Поэтому в поликлинику приходит только на профилактические осмотры. Получил сообщение, смс от страховой компании и на всякий случай решил пройти диспансеризацию. Среднее состояние, обычное, как в таком возрасте, что беспокоит суставы. Ежегодно в Тюменской области диспансеризацию проходит около 240 тысяч человек. В этом году врачи сделали упор на онкопоиск. Для этого в поликлиниках даже созданы кабинеты раннего выявления заболеваний. Пациентам проводится осмотр кожных покровов, слизистых, лимфозлы, пальпируется щитовидная железа, берется обязательно мазочек на онкоцитологию. К сожалению, по статистике, количество онкологических заболеваний последние годы вырос. Диагноз гипертония слышим часто, но серьезно к нему не относимся. В прошлом году выявили 3850 таких случаев. И это только официальные цифры. В реальности гипертоников разы больше. Исследование работы сердца занимает всего 5 минут. Огромное количество людей страдают заболеваниями, связанными с сосудами, с сердцем. И артериальная гипертензия – это одно из заболеваний, даже факторов риска, точнее говоря. Во всем мире гипертензию считают фактором риска развития таких серьезных осложнений, как инфаркт и инсульт. Поэтому борьба или лечение артериальной гипертензии – это прежде всего предотвращение вот этих сердечно-судистых катастроф. В этом году в перечне диспансеризации и профильные анализы. Пациенты сдают кровь на холестерин и глюкозу. Проходят хирурга, уролога, невропатолога. Всего в рамках диспансеризации нужно посетить 6 специалистов. Обратился в регистратуре, получил номер очереди и достаточно быстро прошел. Все обследования врачи работают оперативно, принимают обследование, проходит быстро. В поликлинику тюменцы приходят без предварительной записи, но несмотря на это очередей у кабинетов нет. Полное обследование занимает всего 2 часа. После этого все результаты заносятся в историю болезни пациента. Юлия Никифорова, Алексей Безделов, Тюменское время.